Друзья, я нахожусь в штаб-квартире ансамбля Крым. У героини нашего проекта возникла очень интересная идея. Давайте познакомимся и узнаем все подробности. Приветствую, вас очень рада видеть. Я так понимаю, что тренировка была очень продуктивной, судя по тому, что я успела увидеть. Совершенно верно. Мы добились колоссального успеха. Лейла, я бы хотела попросить вас немножко поподробнее рассказать о своей истории, о том, как к вам пришла идея такого челленджа. Как вы рискнули и решились на этот шаг? На самом деле, очень давно смотрю ваш проект, и вам огромный-огромный респект за то, что вы делаете с людьми. Вы делаете их счастливыми, вы делаете их красивыми внешне. Я так думаю, что внутренне, духовно они тоже меняются. Стать счастливым, я так подумала, это достаточно простая схема. Захотеть, правильно, захотеть что-то, что-то сделать для себя, для своей души. Откопать у себя какой-то талант, какую-то способность, что-то, что-то выковырять в себе, то, что уже давно-давно забытое. Выпустить это на волю. Очень люблю танцевать с раннего детства. Но так получилось, что меня отдавали в спорт, отдавали на музыку, в медицину потом определили. А танцы, вот оно во мне внутри сидит. Каждая клеточка моего организма все время танцует, когда я слышу музыку. А вот этого выхода нет. У меня просто уже мучение, знаете, такая ломка по жизни. И я такая, если не вы, ребята, то уже, наверное, мне никто не поможет. Это чтобы мы сделали этот проект, чтобы я окунулась в эту жизнь артиста, пускай на один день, но это чтобы было на высоком, классном, качественном уровне. Вот. Ну, у тебя это получается? Да. Супер получается. Ой, спасибо. Благодаря вам, реально. Я так понимаю, что очень мало времени, да? Очень мало времени, и Лейла у нас молодец. Лейла просто трудоголик. Она умничка. Я просто получала положительную энергию. Возаимно. Супер. Я была просто изумительно от нее, то, что она была... На первой репетиции она сначала сколывалась, стеснялась, но потом, на вторую репетицию она же вся раскрылась. И то, что я ей показывала, она сразу вот как губка все втягивала, так втягивает, втягивает. Она умничка. Молодец. Я хочу сказать, да, мои огромные спасибо, потому что я считаю, что это хореограф очень высокого уровня. Реально она может, наверное, научить танцевать самого неумеющего танцевать. Лейла очень грациозная, нежная женщина и очень талантливая. От Лейлы исходит положительная энергия. И вот когда я с ней занималась, она прям вот даже взглядом меня понимала. Все движения, которые я ей показывала, она делала изумительно, правильно и работала над собой. Когда человек над собой работает, тогда будет результат. Но я в ней 100% уверена. Владимир, хотелось бы отметить мое личное, да, субъективное мнение по поводу кудрей. То, что, как мне кажется, да, такие кудри, как у Лейлы, натуральные, природные, они лучше смотрятся на более длинной длине, скажем так, на базе каре что-то. Их можно укладывать разным способом. Но вот в короткой стрижке я, честно говоря, не понимаю этого приема. Я бы хотела услышать, конечно, твое мнение по этому поводу. Ну и, конечно, по поводу цвета. Лично мне хотелось бы получить более светлый цвет. Блонд, может быть, золотистый. Не знаю, насколько это получится у нас. В принципе, все неплохо, но, к сожалению, не на нашей героине. Потому что хочется более светлый цвет. Локоны мне не нравятся. Хотелось бы более ровной формы, красивой. По поводу цвета сделаем более светлый, красивый, возможно, более бежевый оттенок. А кудри, да, кудри, конечно, смотрятся больше на удлиненных и более, когда идет форма, выстрижена более шапкой. Да, вот более круглые формы, красивые. Но немножко под другой типаж лица. То есть мы сегодня стремимся к геометрии и к более бежевому цвету волос. Да, посмотрим, насколько это будет возможно. Отличное решение. Приступим. Аня, как мне кажется, лицо очень выразительное само по себе, да? Поэтому я думаю, что особых коррекций сегодня не понадобится. Просто подчеркну все достоинства. Верно? Да, совершенно согласна. Очень выразительные черты лица. Поэтому я сегодня сделаю такой освежающий макияж. Придам сияние коже. Ну и научу нашу героиню, как это делать дома, самой, чтобы всегда сиять. Спасибо. Как бы это банально не звучало, друзья, для того, чтобы что-то изменить, необходимо что-то сделать. Лейла решила измениться и бросить вызов самой себе. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Поехали! Просто замечательно. То, что вы сотворили. Я знала, что Лейла самая красивая, самая очаровательная, самая необычная. Просто потрясающая подруга. Мы вообще давно дружим. Я знаю, что она просто вот конфетка. Вы просто смогли подчеркнуть вот ту изюминку. Для меня всегда был какой-то общий ее образ. Родной, любимый в любом виде. Но сейчас она еще больше изменилась. То есть она такая же родная, но полностью внешне поменялась. Я просто не знаю, я в шоке, поэтому мне не хватает больше слов. Вот. Но я очень рада, потому что я вижу, что ей нравится, у нее светятся глаза. Прекрасно. Ну и, конечно же, несколько слов от коллег. Безумно красиво. На самом деле, очень неожиданно. Только элегантно, настолько шикарно. Спасибо вам за прекрасные слова. А теперь для всех сюрприз. Десерт, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лейла добилась очень большого результата. За пять репетиций она передала именно крыльцататарский колорит, именно грацию крыльцататарской девушке. И сейчас вы видели в танце Энерджелял, там присутствовало все. И грация, и темперамент, и харизма крыльцататарского танца. Она умничка. Машала. Друзья, если вам стало скучно, затянула рутина, и вы чувствуете, что ваш потенциал не раскрывается, ставьте непривычной целью. Только преодолевая страх и трудности, можно понять, на что действительно ты способен. До встречи через неделю. Я с вами были Тимур и Харимов. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова